Всем привет! Сегодня я принес плохие новости для плосковеров. Всем известный сайт Flightradar24 наконец-то заработал в полную силу. Для тех, кто не в курсе, этот сайт позволяет в режиме реального времени наблюдать за полетами большинства самолетов в мире. Принцип его работы довольно прост. На самолете установлен специальный передатчик, передающий в эфир свои данные. Эти данные включают в себя опознавательную информацию, такую как тип самолета, его бортовой номер и принадлежность, а также текущую информацию о координатах, высоте, скорости и т.д. Всю эту информацию принимают как наземные службы, так и радиолюбители, если у них имеется соответствующее оборудование. Именно на таких любителях и волонтерах держится работа этого сайта. Волонтерская сеть наземных приемников очень обширная и позволяет следить за самолетами практически надо всей поверхностью суши, за исключением малонаселенных районов. Уже этого достаточно, чтобы доставить некоторые проблемы плосковерам, особенно в вопросе маршрутов в южном полушарии. Но у них на это был ответ. Маршруты в южном полушарии, а это как правило рейсы между Южной Америкой, Австралией, Новой Зеландией и Югом Африке, пролегают в основном над океанами. А там наземных приемников практически нет и самолеты, отлетев на достаточное расстояние от суши, просто исчезали с картой и большую часть маршрута не отслеживались. И якобы здесь-то собакой зарыто. Кто-то знает, как они там летят и летят ли на самом деле, а может прилетают уже и другие самолеты. В общем, на что только не пойдут хитрые масоны. В общем, такая патовая ситуация могла быть и дальше, но Flightradar принес нам хорошую новость. Теперь кроме наземных приемников используются и спутниковые, и покрытие сервиса стало по-настоящему глобальным. Точнее говоря, это работало и раньше, но сейчас это стало доступно всем пользователям сервиса. Подробнее об этом вы можете прочитать на сайте, ссылку оставлю в описании. Теперь все самолеты, имеющие соответствующее оборудование, видны на карте на всем маршруте, от взлета до посадки, даже над океанами. Отличить их можно по голубому цвету иконки и соответствующему уведомлению, если вы пользуетесь мобильным приложением. Так что старая отмазка плосковеров уже не работает. И в связи с этим, почему бы нам теперь не посмотреть, так сказать, свежим взглядом на давно известные маршруты. Например, рейс QF63 авиакомпании Кантас из Сиднея в Йоханнесбург. Время в пути 13,5 часов. Обратный рейс QF64 и того меньше около 12. Не напомните, господа плосковеры, какое расстояние между этими городами на вашей плоской земле? С какой скоростью должен лететь этот Боинг, чтобы успеть за такое время? И как вообще должен пролегать маршрут в таком случае? Или вот рейс LAN 804 из Мельбурна в Сантьяго. 12 часов пути на скорости 1000 км в час относительно поверхности. Что-то тут не сходится у вас, господа. Либо ваша карта врет, либо этот самолет может летать со скоростью 2500 км в час. Пока никто не видит. Про маршрут я вообще молчу. Вот еще один похожий рейс. LAN 801 из Сантьяго в Окленд. Те же 12 часов. Правда расстояние тут поменьше. И летит он против ветра. Рейс LAN 802 из Сиднея в Сантьяго. 12,5 часов. Рейс Буэнос-Айрес в Окленд. Все те же 12,5 часов. Так какие же расстояния между этими городами? Плосковеры, что скажете? Хотя я примерно представляю. Я уже протестировал эту новость на одном из ваших. Сначала он пытался нарисовать карту, где все расстояния соответствуют. Ожидаемо у него ничего не вышло. Затем он попытался объяснить это джет-стримами. Кто не в курсе, это такие воздушные потоки на большой высоте, которые непрерывно дуют с запада на восток. И они якобы помогают так быстро долететь. Ну, во-первых, скорости у них явно маловато. Обычно 100-150 км в час. В редких случаях больше. И это никак не поможет разогнать самолет до скорости 2500 км в час. И, во-вторых, это помогло бы только при полетах на восток. И рейсы на запад были бы невозможны при таком раскладе. Но они есть, и время в пути у них не намного больше. Ну, а потом прозвучала обычная плосковерская. Нам пока ничего не известно, все нужно изучать. Ну, так изучите уже. Давно прошу. Где ближайшие авиакассы, думаю, сами найдете. Для тех, кто в очередной раз захочет пошуметь на тему фейковых самолетов и фейкового сайта, скажу. Покупайте билеты и опровергайте на здоровье. Другие отговорки не принимаются. Тем более, у вас там парочка так называемых исследователей собирается куда-то там полететь и что-то там исследовать. Вот пусть и исследуют. А пока реальных опровержений нет и, думаю, не будет, объявляю это видео похоронами плоской земли. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго.